Друзья, а ваш двигатель жрет масло? Мой нет! Правильно, потому что мы с Тарасем Сергеевичем уже, кстати, на многих автомобилях использовали раскоксовку Лавр ML203 и очень успешно. Друзья, дело в том, что, скорее всего, если ваш автомобиль потребляет масло, может быть, чуть-чуть, а может быть и ведрами, причина заключается в банальном залегании колец. Потому что топливо у нас, сами знаете какое, смазочные материалы, сами знаете какие, и, как правило, кольца просто залегают на поршни, и мотор начинает жрать масло. Так вот, с этим мы боремся, причем весьма успешно, благодаря продукции Лавр, в частности, раскоксовки ML203. Если вы хотите освежить свою поршневую, так сказать, расшевелить кольца, чтобы они вновь, так сказать, выполняли подъем компрессии, удержание ее, и если вы хотите, чтобы ваши маслосъемные колечки все-таки масло снимали, а не выплевывали ее в вентиляцию картера, просто пользуйтесь раскоксовкой. И сейчас есть очень удобный интернет-магазин Лавр, прямо по ссылке в описании. Вы можете перейти, и там, даже на вкладочке видео, если нажать, вы наглядно увидите, как раскоксовывать. То есть, показаны все процессы, в какой период, на какое время, и какой продукцией лучше всего воспользоваться. И мне очень нравится, что когда вы покупаете раскоксовку, там сайт вам рекомендует, что чаще всего сами пользователи покупают вместе с этой раскоксовкой. Поэтому не тяните, обязательно переходите, не забывайте говорить, что вы от независимого эксперта, пишите комментарии, типа, независимый эксперт, привет, мы спасли еще один двигатель. Но мы отправляемся смотреть, как строится наш внедорожник. Мне кажется, это, знаешь, что такое BMW X7 Bigfoot? Да, но сначала мы заедем к Марке в кардан-центр, потому что Анна Александровна уже прислала сообщение, она там нас ждет. Надо ехать. Да, надо счет фактуру взять. Все, гоу. Кардан-центр, нормально так начинается серия про простую постройку самолета. О, Аннушке, Аннушке, дайс, Аннушке, прой. Анна Александровна, вы какими, что вы тут меняете с утра пораньше? Я вообще не понимаю, что я здесь делаю, что я тут сижу, жду у вас тут с этим карданом. Знаешь, я бухгалтерия. Молодец, правильно, бухгалтерия, на тебе счет фактуру. Что это здесь? Да на оплату, что? Что вы так думаете? А мы очень важную штуку торопились, да. Там, ну, в общем, не важно. Торопились, но главное, ты доехала. И это хорошо. И готов наш кардан, что сама по себе не может. Смотри, какой нанотехнологичный. Так коротенький, мастенький. Помнишь, да, был? Нано-кардан. Прямо нано-кардан, мать его. Ой, все, не испачкаться, все по всем, все четко. Тешеленький-то. Хоть и маленький, но тяжеленький. В отличие от некоторых, все работают. А, я понял. Я понял, да. Ты про счет не забудь только. Да, ты дома сидишь-то? Недавно. Сама опоздала в базаре. Ну, вот, как всегда, как всегда. Да, ладно. Пойдем, я здесь первый оказался. Ну, ой, все, все, все. Пойдем с ребятами поздороваемся. Респект, как сказать, выскажем. Выразим. Да, и к Денису поедем, потому что время уже солнце во саду. Да, да, пора на самолет глянуть, да. Да. Друзья, не реклама. Кардан-центр. Все карданы, которые мы делаем, делаем здесь. Ссылки в описании. Гоу. Пойдем. Нативная реклама. Ты с нами? Не реклама, просто нативная. Нет, это вопрос был. Ну, да. Я тебя приперла, что ли? А ей просто джипчики-то нравится, Тарас Сергеевич. Ей нравятся джипчики. Стопудово. Да? Да, да, да. Так и есть. Вот так вот. Женщины, женщины. Это, наверное, какие-то комплексы. Ой, не говори. Мне кажется, Дэн, у кого-то дверь подрезал. Походу, да. Гараж-то не этого номера. Да, да, да. Великим свапером! Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы никогда этот бокс не покидали новые газели, я хочу сказать. Не, не, не. Тут не останавливается ни на минуту корщение, понимаешь, корщение. Да, да, да. К чему добрались мы, друзья, до Дэна. Анна Александровна привезла запчасти. Молодец. А вот оно. Как тебе? Транкенштейн. Эпично. Да. Офигеть. Коса недорого, никому не надо. Бабушка на машине ездит. Не, не, не. Не гниляя. Не, это пригодится же. Фары, фигары, все говно мира. Ты что? Пара ротник. Надо? А, подожди. Так у нас рама спереди, короче, стала. Что? А, да? Да? Типа того она 32, где-то там с копейками, наверное. 32 сантиметра? Да? А, короче, да? И сзади сантиметра на 22. Коротим. А, нихера. А я что-то даже и не понял. Проходимость будем увеличивать. Ты посмотри, ну нормально. На самом деле, положа руку на сердце, вот теперь мы смотрим и понимаем следующее. Это божественно! Не, не, то есть, если бы мы ставили вот этот двигатель, непосредственно самолет без рамы от ГАЗ-66, он бы сюда тупо, элементарно просто не встал. Да не, мы бы запихали, выпилили бы все, там половина была в салоне, но это было бы очень жестко. Очень жестко. Очень прям. Ну, это не просто не мело под собой, никакое техническое вообще обоснование. Ну, ехал и не поехал. Ну, посмотрите, наверное, на Александру. Заберешься? Почти как в няньках. О, Шарин знает. Помним, да. Ну, это шикарно. Это охеренно. Не, на самом деле, у меня нет слов, чтобы вообще описать все происходящее. Так, давайте по пунктам. А, кстати, значит, мы привезли кардан. Да. Где кардан? В машине. А, ну сейчас принесем. Значит, Анна Александровна тут, как бы, оп, ремни, раз-два, ремень и в перчаточке такой датчик. Давно я такие, это, ремни не зеркал. Ручейковый. Да, 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 не совсем ручейковый. И распакуйте, там датчик давления масла. Вот такой. С манометром вместе, да, чтобы посмотреть. Вот тенчик вот так. Ага, крутяк. Ну, ну. Машина даже выходила здесь, чтобы масло не было. Так, ну здесь, смотрите, арки, арки. Тут надо, наверное, приспустить и глядеть. Не, 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 сейчас приспустим. Вопрос к другому. Ай. А что-то неровно. Пауза, так сказать, по Станиславскому. Надо резать. Надо резать. Сдвинуть. Раму реально надо укорачивать. Реально, да. И причем, видимо, вот настолько, да? Ну, вот так, раздействительно, естественно, не в этом месте. Ну, понятно, да, да, да. Здесь, как бы, ну, все равно, самое простое, это фигнуть раму. Потому что, если переносить рессоры, здесь клепки, все такое. Сейчас многие будут говорить, отпискоструйте раму, покрасьте. Друзья, не переживайте, идет предварительная сборка. Я вас уверяю, все будет просто по красоте. По красоте. Да? Да. Во всех же, знаешь, на Discovery там всегда сначала делается что? Предварительная сборка. Самолет надо? По красоте. Это потом. По красоте? Да. Охренеть. Нет, это шикарно. Нет, я это... А когда можно будет покататься? Не скоро. Не скоро, да? Нет, правильный. Не скоро. Да. Получается, на сколько нам надо ее укоротить? Где-то 22. 22? И у нас, получается, вот этот вот грузовой фаркоп заходит туда, внутрь автомобиля и как раз остается. Нет, он как раз на уровне. А, вот здесь вот, да, будет? Птичка, птичка. Типа штат, да? Да, да, да. Комплектуха такая. Комплектуха, фаркоп, да. Огонь. Вписан? Да, да, да. Слушай, и по-прежнему, как бы, все-таки подвес относительно кузова к раме. Думаем, может быть, как-нибудь усидеть все-таки, охота, чтобы она была низкая. Ну, короче, будем резать, пикеть, рессоры удалять, донкратом донкратить, смотреть, насколько скручивается, усиливать, смотреть, насколько скручивается. И, короче, мучиться все такое. И снова усиливать, и снова скручивать. Да, да, да. И потом, если что, уже какой-то минимальный зазор сделать. Я знаешь, что видел? Я видел, как бы, ну, либо три точки, но три точки мы уже все изучили во всех сторонах. Две спереди, одна сзади. Нет, перед намертво. Захерачили. Окей. Видел план Б. Значит, чуваки тоже из 38-го. Не 38-го, вру, господи. Какой это 38-го-то был кузов, семерка? Три-четыре. Да нет. 32-й. Из 32-го, как бы, они оставили просто здесь подвеску. Прям всю подвеску оставили. И подвеску через крепухи, соответственно, к раме. Ну, выглядит просто как-то не инженерно, но, видимо, технически работает. Ну, так мы можем тоже вот забабахать. Сюда и тягу. И тягу по нару. И все. Да. В принципе, зазорчик оставим там как-то. Ну, надо хорошо думать. Ну, видишь, она опять же, она же у нас будет короче. Вот, вкручивать у тебя будет меньше. Весь вес спереди. Ножок, в принципе, ни хрена нет. Рессоры бахнем. Ну, может быть, все получится и так. Я бы, знаешь, еще вот для комфорта все-таки. Потому что по буракам ездить. Для комфорта спереди что-нибудь поставил. Ну, просто, может, не жестко там что-нибудь. Не резинки, понятно. Не, подвес какой-нибудь, нет? Не знаю. Для комфорта? Ну, чтобы у тебя жопу не растрясло. Ну, это важно, да? Ну, для комфорта пневмон потом поставить. Ну, в принципе, да. Когда полон туда пахнет, то прям будет. Слушай, смотри, а если мы укоротим раму, у нас излом кардана не будет ли настолько сильнее, что нам придется что-то другое делать? Ну, это крестовинки такие есть, когда они на джипах используются двойная. Я хрен знаю, как она называется. Ну, либо шруза, он он трохи бахнет, и все. Это проще. Шруза? Шруза. Так они не издюжат. Почему? Что им будет-то? Ну, как что? Ну, это же дизель, там крутяшки. Представляешь, застряли мы где-нибудь? Съезди на разборку, возьми от Каена. Там 450 лошадей. Крутяшка тоже неплохая идет. От Каена. Ну, если что, у нас же всегда останется передним приводом. Сейчас, ты знаешь, вот сейчас у меня очень многие как бы, вот, а у нас все это опять? Ну. Но, я сейчас себя поймал на мысли. Ну, Каен, немецкий автомобиль, ну, грубо говоря, Volkswagen. А есть что-нибудь японское? Просто, как показывает практика, старое японское, оно будет работать. С того дня немецкого поставили японскую какую-нибудь крестовину, а? Ну, в натуре. Не, по-прежнему любим BMW. Все, не надо страдать, начинать в комментарии. BMW, ну, крестовину японскую. Сон, ты такой старый какой-нибудь. Ну, реально. Ну, от Каен дешевле, просто пошел на ближайшую разборку, да взял. Ну, Каен сам по себе недорогой. Чего? Ну, он старый недорогой. Старый недорогой, да. Старый недорогой, да? Ездить дорого. А, ездить дорого. А, купить можно недорого. А, в основном только гильзуют. Да. Все остальное не ломается. Все остальное не ломается, да. О, да. Короче, будем что-то предпринимать, да, по кардану, то есть. Ну, в принципе, мы же что, даже, наверное, сейчас нет смысла его отворачивать. Потому что уже когда, хотя... Да, будем, когда ходите, ну, следующее, следующее. Тогда, ну, просто, этот, получается, нам надо будет потом, когда уже раму, короче, будет измерить и забульбинить, как-то. Ну, в принципе, на самом деле, неплохо. Один из двух ремней подошел. Уже замечательно. У нас будет электрическая зарядка за 4-х вольтовая. И, по большому счету, удобно ковыряться в автомобиле. Смотрите, здесь. Так это же... Взял, понимаешь, остановился, залез, торопись. Так это этот, как его... ТНВД настроил, понимаешь, все как... Комплектация хорошая просто. Комплектация отличная. Опять же, интеркулер. Все, все починялись, все вообще не попросту. Слушайте, ну, да, 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 если так оставить, это полное порево. Ну, реально, порево. Надо реально двигать. И, ну, правда же, будут одни плюсы. Во-первых, проходимость, потому что база, короче. Во-вторых, рама будет меньше и скручиваться. В-третьих, возможно, нам придется даже меньше что-то делать со всякими там креплениями, подушками и так далее, потому что все короче. Так. Ну, наверное. Наверное. Ураганить будем капец. Топливный бак. Топливный бак. В багажник поедет. Думаешь, багажник? Да, конечно. Тут будет торчать такая сраня. Ну, тоже верно. И опять же... Деревья. Буком там. Да, зато чтобы не повредить. А, ну, мало ли, чтобы не пробило. Тогда нам придется отказаться от... От дров. От дров. Типа он готов. Я доволен. Буржуйки не будет. Ну, видимо, да. Буржуйки... А, шашлыки где жарят? Шашлыки. Мангал сделаем выкидной какой-нибудь там. Чтобы выезжал сбоку такой. Можно, знаешь, как сделать? Можно, на самом деле, сделать мангал на крыше. Люк откроем. Я встану просто. Ты будешь ехать. Я в люк вылежу. И поп-поп-поп там. И все. Нормально. Ну, тогда нам придется... И доступа не будет у этих всяких... Короче, нам нужна какая-нибудь дизельная. Из каменного века. Типа пушки что-то такое. Как сказать? Пушки? А погрев салона? Погрев салона. А-а-а. Погрев салона. Знаешь, такая... Иногда в БМВ такое бывает. Это на холода бывает. Это зима на дворе. Ну, надо... А, так ВБА это Вебаста. Только та, которой этот фен ставите. Она ждительная как раз. Надо найти где-то блушный фенчик. Короче, найдем. Он разогревается буквально 3 минуты и в машине трусах. На самом деле нам надо просто... Какое-нибудь, возможно, даже Камазовская. Как она называется-то? Дэнчик, не помнишь? Подогрев Камазовский. Ну, фен. Не фен, но тоже какое-то буквенное обозначение. Типа Вебаста. Только отечественное. У что-то там. ПЗУ, не ПЗУ, как-то так называется. Ну, да. Фен автомобильный, я думаю, там что-нибудь надо выдаст. Задняя подвеска. Там новый, или что? С подрамником. Да, недорого. Ну, мне все равно, мне кажется, не выдержат шрузы вот эти вот. Ну, реально. Надо брать турок Каен. Каен, Порщи. Порщи Каен. Ну, тут еще будет чуточка Порща. Да, да, да. Щепоточка, щепоточка Борща. Да, как поперечить. А, знаешь, что, кстати, смотри, у нас осталось. Сейчас все владельцы 38-х кузовов должны начать фапать. Передние тормоза, понимаешь, от 5-литрового В12. А, а что это, жир топ? Да, жир топ и здоровый. Суппорта. Мы еще колодки меняли. Помнишь, Камина веки еще? Да, да, да. В том году. Так у нас работают уже они хорошо. Да, колодки еще не успели источить. Тормоза вообще огонь. А как вы источили бы на том моторе? Там справляешь, она уже тормозит за счет ветра. Слушай, мы с горки много ездили. Да, мы с горкой катались, да. Руль, руль, редуктор опять же, ЗФ. Да. Есть на что пофапать. И стойки работают, кстати, рабочие стойки нормальные. Стойки, они же не пойдут, да? Кстати, давайте, знаете, что проверим. Манометр-то мы привезли. Капот не надо открывать. Капот, да, чтобы залезть, пролезть. Даже, в принципе, можно капот и не открывать. Сейчас, Тарас Сегеевич, у меня просто не хватает рук. Давайте, давайте. Рук и ног. Сейчас мы тут пыптик этот завернули. Не, не, не. А я не видел. Да, не так же было. А куда? Так я отворачиваю. А, ты отворачиваешь эту фигуру? А, вот. Хрятину прикрутить. Неплохо. Давай, пацаны. Хоп. Хоп. Ага, хрен там затянуто. Затянул? Зачем? Ну, чтобы надежно было. Ну, вот типа так и прикрутим. Типа вот так это было, да. Но не прикрутим, потому что щуп. Ну да, что через арку залез, посмотрел. Потому что это, открутим сюда, закрутим. Открутим и прикрутим, да. Лампочка. Все, гуд. Так, а этот, и что? И ты вот сюда вот, вот так вот прям как Денчик, раз, посмотрел, давление есть, все хорошо. А вы не будете эту хератику делать? Какую? Ты хочешь? Ну, чтобы туда ничего не летело. Ну, типа, свои. А, локер, что ли? Да. А, не, не, локер надо, да. Пластиковый или какой-нибудь обязательно. Да, да, да. Не, ну да, над этим надо будет тоже подумать. Что тут думать? Делать надо, а не думать. Это реально важная штука. Несмотря на то, что дизельный, все равно, чтобы говно всегда не летело, на ремни не наматывало. Должно быть круто. Я думаю, это и меньшая из наших проблем. Офроуд, СПБ, готовьтесь. Да. Если мы забуксуем, вы нас просто даже не вытащите. Да, да, да. Мы с Юликом, кстати, недавно встретились в выхлопе СПБ. Ну вот, и говорим, что построим вообще. Обязательно когда-нибудь это произойдет, вот эту страшную автомобилю. И, короче, будем вызывать оффроуд СПБ на дуэль, друзья. Да, что ли вызывать-то мы будем? А, и, кстати, смотри, место отлично, не надо ничего с капотом делать. Не надо. И поэтому давайте откажемся от выхлопа и сделаем нормальный пыхлоп. Да, базаришь. Да, да. Все-таки у самолета хороший выхлоп был, к нему подваримся. Да, и как раз там банки и все. Да нет, мы их, может, даже выкинем. Оставим только две последние. Ну, это же дизель. Ну, дизель нафиг мы банки. Он дышать должен. Ему надо, чтобы, да, чтобы... А, чтобы продувного можно было. Да, да, да. Все порежем, сделаем прямую точку. Я все. Каталик будет укорячивать. Обязательно. А то мы иначе будем не оформить будем. Экология как-никак. Ну, смотри, ТНВД удобно регулировать, удобнее, чем на газоне. Надо локеры сделать какие-то пластиковые. Да, да, да. Чтобы они были съемные. Да. Потому что ты каждый раз кузов скидывать не будешь. Ну, мало ли чего. Прокачать какой-нибудь, тут же что-то где-то прокачивается. Там хопа-хопа-хопа и все. Это же русская техника. Тут на полокоте смазался. Все движухи. Потом только, да, да, движух надел, а потом завелся и поехал. Чего? Ничего страшного. Чего? Не, не, не. Дурая жопа. Все нормально. БМВ. Ой. Старый БМВ. Старый БМВ. Говно. Мне кажется, это лучшее, что могло произойти с нашим самолетом. Да. Ну, это не худшее, я бы сказал. Не смотря на все рваные эти самые пуканы. Мне кажется, это лучшее, что могло с ним произойти. Как там пуканы горят? Горят пацанов, бери. Я просто пытаюсь понять, как туда залезть. В песенку. Так а что, давай попробуем. Две ступеньки. Анна Александровна залезает в BMW X7 BigFoot. В натуре BMW X7. Да, да, да. Семерка же? Да. BMW X7. Бигфут, Бигфут. Анна Александровна. Логично. Давайте мы снимайте. Снимайте, снимайте. Так сказать, тест перед оффроудом. Сдюжит ли? Сдюжит ли, да. А мы сейчас проверяем, кого на прочность, Аннушку или Бигфута? Я думаю, все вместе. Я понял. Да давай мы подержим рюкзачок, Аннушку. Тебя подкинуть? Подержите. Давай. Самостоятельное должно быть. С какой стороны вам больше всего нравится, Аннушку? А, нет, вам по VIP-у назад. Да, я бы входил в зад. Ну, в смысле? Зачем меня в зад? Я имею в виду, что можно сделать, ну, типа, одну сюда, ногу, другу. Не, на колесо как раз переместить. О, пожалуйста. Еще одни номера от Шишиги. Добро пожаловать. А мы можем все номера повесить, так вряд ли? Нет, нет, нет. Теперь надо определить, какие номера повесить. А штраф интерес, куда будет приходить? Здесь ручку потом. Обязательно тебе ручку сделаем, все. Ты бак открой за бак. Оп. Вот, вот, чуть чем тебе не ручка. Ну, дырку не сделай только в баке, а так это... Анна Александровна, если мы были в лесу, мы бы уже все замерзли. Или утонули в болоте. Залезай. Держу. Не держу. Не держу. Кто падает? Ну, в смысле, не надо держать, а не падает. А, жопа не падает, это хорошо. А дальше туда. А дальше вот. Как пантера. Как космонавты. Вегановские кадры давно все ждали. Да. Давай, давай. Давай. Входи. Давай, не стесняйся. Да. Мне нужно там. Я не стесняю. Ножки коротенькие, все остальное вроде ничего. На. Вот. Вот. Ну, как тебе? Пылючку протереть надо. Ножка грязненькая. А так лучше. Ну, так ничего страшного, оботрем. Темно. И что, как там наверху? Я понял, как-то так. Ну, ладно, Аннушка. Давай. Мы тебя заберем обязательно. Заберем. Значит, когда тачка заведется, позвони. А, телефон у нас, айфон. Ну, ну, поехали. Поехали. Она просто на такое лицо сделала. Такое чувство, там что-то не хватает. А, черстику подъемник. А, она не работает. Электричный. Что, стекло подъемник? А, это все. Аннушка. Че я ебать? О, не ругаемся. Тут, наверное, веревочная лестница. Да, да, да. Я и предлагаю веревочную. Знаешь, как в «Пиратах Карибского моря». Блин, если колесо переместится, то, в принципе, нормально. Да, не, не. Здесь вот. А, представляешь, а колесо переместится и веревочную лестницу. Я боюсь, что я в этой лестнице и запутаюсь. Да ничего подобного. Ты встаешь на колесо, достаешь веревочную лестницу, карабкаешься на ней наверх, потом затаскиваешь веревочную лестницу, закрываешь дверь и опускаешь стеклопакеты и всем показываешь. Стеклопакеты. О, хватит. Привет, да? Да. Так, а рулевое управление, слушай. Так, а что у нас? Сейчас принесем, Анна Александровна, не ворчи. А что у нас это будет? Руль, а чего? Нет, Полож, где взял, в помойку все. Сейчас принесем. Тарасик, ну отнеси, женщина, пусть в пределе хоть будет. Пусть, а вот вы в инстаграме посидите. Хорош? Это что такое? Аутентичный руль, хороший. С него только крестовиночку возьмем и все. Слушай, а рулевой редуктор? Подожди, рулевой. А слушай, а можно вообще прикольно сделать. Можно сделать рулевое на шрузах от BMW. Может, серьезная машина? Захуярим шруза. Кстати, вот это выдержит, да. А на кардан тогда от Porsche. От Porsche. Нормальная тема. Редуктор рулевой. А мы тут, кстати, еще рано разбирали. Там шруза такие, вот, блядь, задние смешные. Увидишь, обхохочешь. Данчик, вернись к нам. Рулевой редуктор, рулевое управление. Как? А, рулевое управление? 12, что? Рулевое управление надо с Газели редуктор найти. Без дура. А, в смысле, вот так, да? Выпить его сюда и так туда пойдет. А, в нафтуре. Вал будет где-то вот тут выходить. То есть, все переделаем. А, то есть, переделаем вал, да? Да. У меня, кстати, еще есть BMW-шные рулевые карданы, то есть, вот эти вот, которые подойдут. Да нет, ну, я уверен. Ну, мы же помнишь, когда на Антипыче меняли? А, вот этот вот, твой, который... Да, 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 он и пустыцам. Валосишь, шруза забабахаем, ни у кого такого не будет. Причем, знаешь, самое интересное, здесь что хорошо? То есть, мы можем сюда действительно поставить от Газели, в бочину, да, его сюда, и сошку сюда рулевую. Да. И получается, он двигает, и, соответственно, у нас вся гидравлическая система, у нас же вот раз цилиндр, и там дальше снизу цилиндр под мостом, на который все жалуются, которые говорят, текут, текут, текут. Ну, это уже не наша будет проблема, что она текет. Точнее, не мои. Подливашки. Корче строителей, да. Помнишь, как мы в самолет подливали? А гидроусилитель оставим, соответственно говоря, вот насос. Да, и нормально. Да, да, да. Отечественные запчасти взаимозаменяемые. Good, good. Вот это работать будет. А по-прежнему остается еще один вопрос с вакуумным усилителем тормозов. Нам же нужен насос. Насос вакуумный, хрен его знает. Здесь место практически уже, как это не смешно, но не осталось практически на масляный радиатор. Да качу, он крепкий, он же отечественный сырьев. Ну, бить можем. Это не то, что сейчас китайское. Влюминий. Влюминий. 2-3 миллиметра. Влюминий, да. Все, и как бы и получится, и все, и вся штатная электрика BMW будет работать. Снова? Да. Райца. Да, комфорт же должен. Обязательно. Гидроусилитель есть. Да, рульку легко. Райца. Ну да, но в оффроуде такие колеса не провернешь нормально. Да, 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 согласен, согласен. Поэтому придется. Что у нас, интересно, в салоне осталось? Я! Анна Александровна, пусти, пожалуйста. Сейчас я. Дайте я. Ну туда, забурись. Вглубь куда-нибудь. Вглубь срани. Забурись, сейчас я. Я не перевернется? Оп. Кто перевернется? Ты что? Она мощная. Так, сейчас я, как дикая Ланя. Оп, смотри, нормально я залезаю. Да. Ну, в принципе, да. А, и у нас же еще музяка осталась. О, у нас же еще сабвуферы есть. Музяка будет долбить, да. Огонь. Ну, сабвуфер... Все как в фильме няньки. Едем по лесу. Долбит сабвуфер. Откуда? Там уже сабвуфер? Да. Музыка же здесь нормальная. Четкая музыка стоит. А где сабвуфер? Я узнал бы, уже снял бы давно. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так у нас сабвуфер есть. Ну, в принципе, да. И, кстати, все очень хорошо. Хорошо. Доказация помогла, друзья. Да? Нет? Плесени нет. Все хорошо, самолюбирует. Как оттуда стрыгать будешь? Я? Как ласточка. Да? А давай. Камера. Давай, давай, давай. Давай, ласточка, давай. Сейчас я смотри. О, что? Оп, все. Поспорим, Аннушка так не сможет? Это сейчас был легкий паркур. Аннушка, твоя очередь. Давай. Катапультируйся. Сейчас 295 тысяч человек ждет, как ты спустишься. Пожалуйста, Аннушка. Ну, это тоже неплохо. У тебя, тем более, видишь, Power Sport. Да, конечно. Конечно. Ты же отечественный подъемник. Ой, ну все, какие вы неинтересные. Даже лицо никто тебе не сломал. А что ты делать-то будешь, а? Да, я думаю, на то мы порешаем. Надо вновь записать, что нам надо из запчастей. Памки купили? Конечно. Конечно. Шланги обязательно принести кардан. И, видимо, снова, как всегда, ехать в магазин. Да. В общем, список. В общем, друзья, проект продолжается. Можно снять, так сказать, подвести какие-то промежуточные итоги в финале. Но это очень круто. Мне нравится. Мне правда нравится. В общем, строительство самолета продолжается. Идет полным ходом. За это можно сказать только спасибо одному человеку. Данчуку. Так что, великое корче строение. Все ссылки на его инстаграм, ютуб-канал, драйв-ту будут в описании. Поэтому, пожалуйста, переходите и задавайте свои вопросы. Конечно же, если у вас есть газель и вы хотите свапнуть нормальный японский мотор, вы просто посмотрите, как Дэн это делает на драйв-ту. Вообще, все происходит молниеносно. Отдельный респект компании Лавр за то, что они нас поддерживают. Раскоксовка. Ух, что вы, друзья. Обязательно пользуйтесь. Как бы мы пользуемся на всех автомобилях. Работает на ура. И есть еще один нюанс. Смотрите. Наверняка, по ходу этого видео, многие видели такие, знаете, две всплывающие картинки. Значит, колесо и тормоза, суппорта передние, в частности, от V12 5-литрового BMW. Мы подумали, у нас же эти, так сказать, запчасти высвободились. И продавать их, ну, было бы глупо, потому что этот бумер, вот, который мы строим, вот этот внедорожный вездеход BMW X7 Bigfoot, мы разыграем среди наших подписчиков, когда будет на нашем канале 500 тысяч. Сейчас там, по-моему, что-то в районе, ну, почти 300, почти 300. Так вот, друзья, если вы внимательно смотрели и видели всплывающие картинки, например, всплывающую картинку вот этого диска, у нас их четыре, и всплывающую картинку тормозов, то первый, первый человек, который зайдет в графический редактор, сделает стоп-кадр и выложит в нашу группу, ссылка будет в описании, от своего лица сможет совершенно бесплатно получить или диски, или суппорта. Кто это сделает раньше? Пробивается... Одному человеку одно что-то. Да, да, да. А то тут начнется сейчас. А то тут начнется. Пробивается элементарно. Ребята, еще раз повторяю, смотрите, вы внимательно смотрели видео. Вы отматываете назад, смотрите, на какой минуте появилось, делаете скриншот и выкладываете в нашу группу ВКонтакте. Слава Богу, ВКонтакте сразу видно, в какое время выложена фотография. Да. И кто первый это сделает, тот и заберет. И сейчас посмотрим, кому больше нужны четкие тормоза передние с суппортами и дисками, понимаешь, от V12, огромными. Ну да. С новыми колодками, кстати говоря. И диски, которые стояли с резиной, между прочим. Да, все четко. Диски с резиной, которые стояли на нашем самолете. Правила очень простые. Всемиры добра, удачи. Подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом видео своим друзьям. Все ссылки будут в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok